Друзья по несчастью друг друга жалеют, а вот бойцов, которые проявляют неуважение к сопернику и всячески его оскорбляют, никто не жалеет. Привет, молниеносные сороконожки! С вами Федорович, а в этом видео вы насладитесь наказанием за неуважение и воочию увидите, как работает карма. А чтобы обеспечить себе защиту от негативной кармы, подпишитесь на канал и поставьте лайк, а я все порешаю. А если вы хотите стать чемпионами по ММА или по боксу или муай-тай, в общем вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании и узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу Чи. Когда идешь навстречу к любимому человеку, то и десятки километров кажутся одним шагом, а когда идешь на бой за миллион долларов, то думай, мать его, что ты делаешь. В финале чемпионата Роат Эфси, на кону которого стоял один миллион долларов, азиатский боец Квон Асол, или как его уже переименовали после боя Эссал, вел себя как дерзкий петух в новом курятнике по отношению к своему сопернику Мансуру Барнауи. Но вся его дерзость на пресс-конференциях и на взвешивании улетучилась в клетке всего уже к середине первого раунда, а удушающий за миллион долларов поставил точку и в поединке, и на дерзости азиата. Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, а если ее решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно. Но если эта проблема боец, который как жалкий понторез проявляет неуважение, оскорбляя словами, жестами и действиями, то с ним нужно поступать как с бешеной собакой, уничтожая быстро и беспощадно. Поединок Анзора Ажиева против Васу Бокачевича перерос из спортивного состязания в настоящую личную месть. И обвинять в этом Анзора нельзя, ведь Васу сделал столько всего, как будто он идет на турнир не по ММА, а по метанию дерьма на точность. Но бой сразу показал, кто есть кто, Ажиев просто размазал Бокачевича по клетке, как дитя соплю по комоду, не оставив тому ни единого шанса, заставив сдаться. А потом еще и добавив ляща по пузу, хотя наверняка ему хотелось сдать в репу. Если хочешь убить полководца, убей сначала его коня, а если хочешь победить в бою, научись сначала драться и уважать соперника. На турнире Road FC мегавоин в красных шортах решил, что он настолько крут, что ему даже не нужно бить, чтобы победить. Сделав за весь бой два удара по мухам, летающим по соседству, чувак постоянно выпендривался, зазывая зрителей ему хлопать и поддерживать. Этот воин лучших наливая к области, даже не понимал, что для того, чтобы тебя признала толпа, нужно красиво бить и победить, а не тупо танцевать в клетке, а потом улететь в нокаут после первого же удара в голову. Баба захочет и коня остановит, и в горящую избу войдет, и мужа алкаша выключит, и на боях без правил голову отобьет. Подборка панторезов просто не могла обойтись без Ронды Роузи, которая после серии побед и сладкоголосых подружек, которые ходили за ее счет по соляриям, называя ее богиней ММА, действительно возверовала в свою непобедимость. Вся бравада, неуважение и много лишних и грязных слов по отношению к Холли Холм обернулись против самой Роуз в кармическом колесе сансары, которая заставила ее в лучших традициях йогинам, сидящих на муравейнике, страдать, а после нокаутирующего хайкика отправиться в пятое измерение для постижения истин бытия, чтобы познать уважение к сопернику. Дураки ходят толпами, а бешеные бойцы по одному, ибо с ними рядом страшно идти даже близким. И именно к таким бешеным бойцам относится Мелвин Манхоф, который в свои лучшие годы показывал невероятные бои, в которых тестостерона кипела больше, чем у бодибилдера на пике курса, хотя и Мелвин укольчиками не брезговал. Но сколько бы лугов не выкосила коса, рано или поздно она натыкается на камень. Вот Манхоф наткнулся на Боба Шрайбера, которого, откровенно говоря, все считали мешком с пельменями, ну а Мелвин так вообще рассчитывал на победу с одного удара и смотрел на Боба, как на грязь под ногтями у своей собаки, даже не пожав перчатки перед боем. Вот только беда оказалась в том, что пельмени не чувствуют боли, ибо пропитаны спиртом и имеют броню из отборного сала. Перетерпев жесточайшие удары, Боб перевел бой в партер, где Мелвин вообще не понимал, что делать, продолжая получать по и так отбитой голове, пока Райфери не остановил бой. Как не может быть леса без совы, так и не может быть обзора про неуважение без поединка Лимы против Венума Пейджа. Несмотря на то, что Венум действительно очень талантливый и крутой боец, который в клетке показывает шоу не хуже, чем Чак Норрис в своих бестселлерах, толпы хейтеров ждут не дождутся, когда же его накажут за понты. И как раз Лима это и сделал. Несмотря на то, что весь бой, как обычно, доминировал Пейдж, вытворяя все в своем стиле, один удар по ногам и один апперкот просто снесли корону с его головы. Если спешишь, поезжай в объезд, а если хочешь улететь в нокаут, разозли соперника своим дерзким поведением, постоянно его провоцируя до боя. Джулиан Уоллес наверняка надеялся на то, что его дикие татухи испугают противника и дадут ему непробиваемую броню. А может его просто в этом убедил тату-мастер, взяв за свою работу немалые деньги. Несмотря на то, что Вен вел себя довольно спокойно на пресс-конференциях и не поддавался на выходки быка-осеменителя Уоллеса, ведь он-то знал, когда нужно включать режим ярости, а именно в клетке. Отличная победа над Панторезом открыла Бену дорогу в UFC. Пишите в комменты, как вы наказываете своих кентов или собутыльников за неуважение. Субтитры сделал DimaTorzok и вбирая в себя силу Чи.